На Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Господи, Боже мой, на Тебя я уповаю, спаси меня всех гонителей моих и избавь меня. Стихи 1-2. Следовало бы так хорошо знать писания и исторические события, чтобы нам не нуждаться в пространном их изложении. Но так как одни, занимаясь делами житейскими, другие, придаваясь беспечности, не слыхали об них, то необходимо изложить пространно предмет этого Псалма. Слушайте же внимательно. Какой предмет этого Псалма? Псалом Давида, который он воспел Господу. Другой переводчик говорит Псалом о неведении Давида. Третий – неведение Давида. И вместо Хусия читает Ефиафлянина. Но сказанное теперь еще не ясно, потому что вы не знаете истории. А так как мы должны не обличать только, но и учить, то необходимо рассказать самое событие. Итак, нужно прежде всего сказать, кто был этот Хусий, сын Вениаминов, и какие были слова его, за которые Давид воспел Богу этот Псалом. У Давида был сын Авесолом, юноша непокорный и развратный. Он восстал некогда против отца, и, изгнав его из царства, из дома и отечества, сам вместо него овладел всем. Не постудился ни природы, ни воспитания, ни возраста, ни предшествовавших событий, но был так жесток и непокорен, уподобляясь более зверю, нежели человеку, что расторгнул все эти препятствия, поправ самые законы природы и наполнил все смятением и ужасом. Да, тогда все было нарушено. Законы природы, стыд пред людьми, благоговение пред Богом, человеколюбие, милосердие, благодарность за воспитание, уважение к старости. Если он не хотел уважать Давида как отца, то должен был бы уважить его как старца. Если не уважал седины, то должен был бы постыдиться его как благодетеля. Если и не за это, то должен был бы постыдиться его как не сделавшего им нюдь какой обиды. Но страсть властолюбия изгнала из него всякий стыд и из человека сделала зверем. И тогда, как блаженный Давид, родивший и воспитавший его, скитался в пустыне по чужой земле, как изгнанник, беглет и переселенец, испытывая все происходящее чудо-бедствие, он наслаждался благами отца. Когда дела находились в таком положении, когда и войска были на стороне Авесолома, и города покорились этому тирану, Некто Хусей, человек честный, друг Давида, остался верным своей дружбе к нему, несмотря на перемену обстоятельств, И, увидев его скитающимся в пустыне, разодрал свою одежду, посыпал голову свою пеплом и плакал горько и искренне. И так как не мог сделать ничего другого, то предлагал ему утешение своими слезами. Он был друг не обстоятельств и власти, а друг добродетели, потому и при перемене власти он не изменил дружбе. Давид, видя такое участие его, сказал ему, правда все это показывает в тебе друга, искренне расположенного к нам, Но это нисколько не поможет нам, а нужно посоветоваться и растудить, как бы окончить постившее нам бедствие и найти какой-нибудь способ избавиться из несчастных обстоятельств. Сказав это, он дает Хусей такой совет. Пойди к моему сыну, прими на себя вид его друга и сообщи мне его намерение, а совет Ахитофела сделай тщетным. Этот Ахитофел тогда управлял тираном, был в сведущем воинском деле искусен на войне и в сражениях, почему Давид и боялся его больше, нежели самого тирана. Так он был искусен. Выслушав это, Хусей повиновался. Он не подумал ничего малодушного или недостойного мужа и не сказал, что если я буду схвачен, что если будет открыто мое притворство, что если будет обличено мое лицемерие. Ахитофел искусен, может быть он откроет и это, и заблечит меня, и я погибну тщетно и напрасно. Ничего такого он не подумал и отправился в лагерь тирана, возложив во всем надежду на Бога и подвергнул себя опасностям. Все это сказано мной не для того, только чтобы восхвалить Давида, но чтобы показать и бедствие, которое потерпел он, и другое полезное, что можно извлечь из этой истории. Так многие часто спрашивают, почему праведные бедствуют, а порочные наслаждаются спокойствием. Здесь можно найти ответ. Праведник был в несчастном положении, а злодей, отцегонитель, враг и противник самой природы, в счастье и царских чертогах. Но ни этот отсюда не получил никакой пользы, ни тот святой не потерпел вреда. Напротив, этот подвергся большим скорбям, а тот просеял еще светлее, сделавшись от скорби более чистым, как золото в гарниле. Отсюда научись. Во-первых, не смущаться при подобных бедствиях, если ты видишь, что они случаются и с праведниками. Во-вторых, не изменяться, смотря по обстоятельствам, но помнить законы дружбы. В-третьих, решаться и на опасности для добродетели. В-четвертых, и среди несчастья сохранять надежду, ожидая помощи от Бога. Так и Хусий тогда не смотрел ни на войско, ни на страх пред тираном, ни на множество коней, ни на ряды воинов, ни на покорение городов, ни на пустыню, одиночество и слабость Давида. Но видел только одно – неодолимую помощь Божию и его благоволение. И сообразно с этим, рассуждая о той и другой стороне, нашел одну слабую, а другую сильную. Один поступал несправедливо, а другой сохранял справедливость. Поэтому он, став не туда, где много людей, но где помощь добродетели, таким образом удостоился благоволения Божия. Говорю это для того, чтобы и мы с праведными хотя бы они были слабы, имели общение, а неправедных хотя бы они были сильны, удалялись. Потому что порог хотя бы он имел на своей стороне всю вселенную, слабее всего, а добродетель хотя бы она оставалась одинокою, сильнее всего, имея на своей стороне Бога. В самом деле, кто может спасти того, против кого действует Бог? Кто может погубить того, кому помогает Бог? Все это понимая и не теряя надежды, Хусий пошел туда, куда был послан и пришедший, и увидев приближающегося тирана, подошел к нему. Этот, внезапно увидев его и будучи ослеплен властолюбием, не стал тщательно испытывать его, но, насмехаясь и укоряя, сказал, «Ступай с другом твоим!» Вторая царств 16-17, не назвав даже имени последнего по ненависти великой вражде, «Хусий был с ним, тогда я был на его стороне!» Хусий, нисколько не смутившись и не испугавшись, отвечал, «Когда Бог был с ним, тогда я был на его стороне, а так как теперь он с тобою, то следует служить тебе!» Это возбудило гордость тирана, и в надменности не исследовал ничего тщательно, потому что человек легкомышленный верит всякому слову, как и случилось с ним, и, предавшись врагам, он немедленно ставит его между своими приближенными, причисляет к первым своим друзьям, что это устроил Бог в присутствии, управляя событиями. Потом, когда было совещание касательно войны, и когда другие предлагали различные мнения о том, следует ли тот час же напасть или немного помедлил, Ахитофел, искусный в советах, приступив и изложив свое мнение, предложил такой совет, «Теперь же нападем на отца своего утружденного и смущенного, если мы не дадим ему нисколько отдохнуть, то возьмем его, если теперь нападем на него неприготовленного, то это не составит для нас никакого труда». Вторая царь, 17.2 Выслушав это, тиран приглашает Хусия, лицемерно перешедши на его сторону, и делает его участником совещания, «Хотя по здравому смыслу человеческому не следовало человеку лишь только явившемуся оказывать такую честь и удостоивать его такого доверия, чтобы советоваться с ним в столь важных делах, но, как я сказал прежде, когда Бог устрояет, тогда и трудно становится легким, призывает Хусия, предоставляет ему право голоса и предлагает сказать свое мнение о предмете совещания». Что же, Хусий, никогда, говорит он, не ошибался, Хитофел, видишь ли мудрость этого мужа? Он не вдруг отвергает мнение Хитофела, но после похвалы ему, выразит сначала удивление ему, как подававшему в прежние времена благоразумные советы, потом уже и осуждает настоящий его совет. Он говорит следующее, «Удивляюсь, как теперь ошибся Хитофел, потому что совет его, по ему мнению, не полезен, если мы нападем теперь, то отец твой, как раздраженный медведь, полный гнева, отчаявшись своей жизнью и сражаясь с полным негодованием, не будет думать о собственном спасении и устремиться на нас с великою силою. Если же мы немного помедлим, то нападем с большей готовностью и с большей безопасностью, и без всякого труда, легко, как бы поймал в сети, возьмем его». А Бесолом одобряет это мнение и говорит, что оно более полезно для него. Между тем Хусий говорил это, желая дать Давиду время приготовиться, ободриться и собрать войско. Опровергнув таким образом мнение Хитофела, он тайно послал некоторых людей к Давиду и выдумил его, что тиран одобрил его мнение, доставляющее Давиду победу. Так действительно и случилось. Давид, воспользовавшись временем и приготовившись, сам напал и одержал победу. А Хитофел по своему благоразумию и опытности, понял это и заключил отсюда о последствиях, то есть что такой совет будет гибелем для Весолома, и, не перемешивая оскорбления, отправился домой и, взяв петлю, удавился и таким образом покончил жизнь свою. 63. Узнав все это, Давид пишет настоящий псалом, вознося в нем благодарственное теснопение Богу и весь успех в борьбе возлагая на него, поэтому и вначале говорит так, «Господи Боже мой, на Тебя уповаю, спаси меня». И второй «Не на Хусия и не на человеческую мудрость, не на его благоразумие и не на свой ум, но на Тебя». Так будем поступать и мы. И если какое-нибудь доброе дело будет сделано нам людьми, будем благодарить за это Бога, хотя бы благодеяния были оказаны нам через нас самих или через других людей. Если мы станем поступать таким образом, то не будет для нас ничего тяжкого, ничего трудного. Так точно поступает и Давид. И как бы так говорит, «Не на слова Хусия, я возлагаю надежду спасения, но на Твое содействие». И смотри, с каким душевным расположением он говорит теперь, равно как и всегда. Он не сказал «Господи Боже», но «Господи Боже мой», как и в другом месте говорит, «Боже, Боже мой, Тебя от ранней зари ищу я». Он обращался с просьбой к Богу и подобно всем другим, и особенно по преизбытку любви к Нему. Так поступает и Бог в отношении к праведным. Будучи общим Богом всех, Он называет себя особенно Богом праведных. «Я Бог Авраамов, Бог Исаакал и Бог Иакова». Исход 3, 6. И посмотри на любомудрия пророка, сказал «Господи Боже мой, на Тебя уповаю». Он не прибавил «Накажи противника моего, погуби врага моего». Но что? Просит только себе и говорит «Спаси меня». То есть не попусти мне терпеть зло от всех гонящих меня. Заметь, как он и среди страданий не называет по имени отцы гонителя, уважая природу и в несчастье, видя в нем сына и во время борьбы, не забывая родительских чувств и в опасностях. Так он был чадолюбив и человека любил, или лучше так был любомудр. Не столько необходимость природы сделала его таким, сколько кротость души, и все дело он приписывал больше войску, нежели тирану, и потому говорит «Спаси меня от всех гонящих меня и избав меня». Видишь ли, как незлобно он упоминает и об них. Не сказал «Спаси меня от воюющих против меня, от расхищающих мою собственность, от пресыщающихся моими царскими сокровищами, но гонящих меня». «Да не исторгнет он, подобно льву души моей, терзая, когда нет избавляющего». Стих 3. «Потому что и содействие целой вселенной он считал ни за что, если бы не получал помощи свыше, равно как при этой помощи не считал себя одиноким, хотя бы оставлен был всеми». Вот почему он и говорил «Не спасается царь многою силою, а Исполин не спасется множеством крепости своей». Салом 32.16. Некоторые, принимая эти слова в переносном смысле, говорят, что лев и гонящие означают дьявола и злых духов. Пророк, видя, что сын увлечен дьяволом и находится в его власти, просит, чтобы не случилось того же и с ним самим, и указывает причину, почему сын подвергся этому. Какая же это причина? «Нечестьким», — говорит он, — «отвратил от себя помощь Божию, поэтому и прибавляет нет избавляющего и спасающего». А что львом в Писании называется дьявол, о том, послушай, как оно говорит, «Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого бы поглотить» — 1 Петра 5.8. И сам пророк в другом месте говорит, «Попирать будешь дракона». Салом 90.13. Этот зверь принимает различные виды, но если мы будем бодрствовать, то и лев, и змей будет ничтожнее всякого праха и никогда прямо не нападет на нас. А если и нападет, то будет попран, потому что вы будете, сказал Господь, наступать на змей и скорпионов». Луки 10.19. Он ходит, как лев с великой яростью, но если нападет на имеющих Христа, и крест на челе, и огонь духа, и светильник, никогда не угасающий, то не в состоянии будет даже взглянуть на них, но, обратившись назад, убежит и не посмеет возвратиться. А дабы тебе убедиться, что сказанное мною не пустословие, посмотри на Павла. Он также был человек, и однако этот лев так боялся его, что бегал от одежды и тени его. И неудивительно, он не мог выносить благоухание Христова, исходившего и распространявшегося от Павла, не мог взирать на светильник добродетели. «Господи Боже мой, если я что сделал, если неправда в руке моей». Всегда нужно помнить, что должно не просто только молиться, но молиться так, чтобы быть услышанным. Молитва недостаточно для получения желаемого, если мы не будем воспылать ее так, как угодно Богу. И фарисей молился, но не получил пользы, и иудеи также молились, но Бог отпрощался от молений их, потому что они молились не так, как должно молиться. Поэтому нам заповедано молиться такою молитвою, которая могла бы быть вполне услышана. Это пророк выразил и в предыдущем псалме, где не только просил быть услышанным, но вместе с тем сделал все должное и с своей стороны. Все это, именно рыдание, слезы, воздыхание, удаление от людей порочных, страх и опасение суда Божия, достаточно для того, чтобы быть услышанным от Бога. И в другом месте пророк сказал, «Услышь меня, Боже, правды моей, в тесноте ты давал мне простор». Салом 4.2. Чтобы быть услышанным от Бога, это зависит от следующих условий. Во-первых, если мы достойны получить просимое. Во-вторых, если мы молимся согласно законами Божьими. Во-третьих, если молимся непрестанно. Во-четвертых, если не просим ничего житейского. Во-вторых, если просим полезного. Во-шестых, если исполняем должное и с твоей стороны. Таким образом, многие были услышаны. Корнилий был услышан за жизнь. Деяние 10.4. Серафиникиянка за постоянство в молитве. Марка 7.26. Соломон за предмет прошения. За то, сказано было ему, что не просил ты богатства, не душ врагов твоих. Третий царств 3.11. Мытарь за смирение. Луки 18.14. Другие за другое. Как от этого зависит быть услышанным, так быть неуслышанным зависит от противного. Тому хотя бы молящиеся были праведники. Кто был праведнее Павла? Но когда он просил бесполезно, то не был услышан. А всем, говорит он, трижды молил я Господа. Но Господь сказал мне, достаточно для тебя благодати моей. 2 Коринфянам 12.8.9. Кто так же праведнее Моисея? Но и он не был услышан. Он просил о том, чтобы ему войти в землю обитованную. Но это было бесполезно, потому Бог и не попустил ему. Кроме того, мы бываем неуслышаны еще и по другой причине. Именно, когда молясь, не оставляем греховство их. На это указал Бог, когда сказал об иудеях и Иеремии, не молиться о людях всех. Или не видишь, что они делают? Иеремии 7.16. Они, говорит, не отстают от нечестия, а ты просишь за них, но я не услышу тебя. Так же, когда мы просим чего-нибудь против врагов, тогда не только не бываем услышаны, но еще оскорбляем Бога. Молитва есть врачество. И если мы не знаем, как должно приложить это врачество, то не получаем от него никакой пользы. Но посмотрим, что говорит пророк в словах молитвы. Господи Боже мой, если я что сделал? Что значит, если я что сделал? Я страдаю, говорит, но разве я восставал против Отца? Разве я сделал такое беззаконие? И здесь опять он не решается назвать по имени беззаконника, но сетует и стыдится за сына. Как благородный человек, если увидел бы жену свою прелюбодействующую, не решился бы назвать греха ее по имени, так точно поступает и он. Не говорит, разве я восставал против родителя? Разве я был отцегонителем? Но если я что сделал? Что я, говорит, упоминаю об этом? Что за добродетель, не быть отцегонителем, чего никто не увидит и между дикими зверями? Если есть неправда в руке моей, не говорю о той неправде, но и никакой другой неправды не найдется в руках моих. Он говорит это не по гордости. Но будучи вынужден указать на добрые дела свои, впрочем, сказанное еще не так важно, как то, что следует далее. Что же такое? Если я платил злом, и в пятый, говорит, слушайте внимательно, сказанное в этих словах немаловажно, хорошо не обижать, но гораздо лучше и достойнее любомудрой души не мстить за обиды. Хотя закон дозволял это, повелевая исторгать око за око и зуб за зуб в законе 19.21. Хотя мщение не было нарушением закона, но он был так любомудр, что не только не нарушал закона, но во многом превосходил закон и восходил выше предела в его, так как он не считал достаточным для добродетели не переступать пределам заповедей. Как апостол Павел, позволяя от благовестия жить, сам не жил, но проповедовал Евангелие безмездно, в 1 Коринфянам 9.14. Так и блаженный Давид, несмотря на то, что закон дозволял мстить за обиды, не оставался на этих пределах, но превосходил их. От нас же требуется не только не мстить врагам, но и благодетельствовать им. Молитесь за обижающих вас. Добро творите, сказал Господь, ненавидящим вас. Матфея 5.44. Для Давида немаловажно было не мстить, но гораздо выше заповеди закона. Поэтому он и говорит, если я что сделал, если есть неправда в руке моей, если я устрачиво платил злом за зло, в отношении к сыну, конечно, препятствовала этому сама природа, «но оскорблял ли я, – говорит, – кого-нибудь, или мстил ли другим? Какое же прощение, какое оправдание можем иметь мы, которые после пришествия Христова не достигаем меры живших в Ветхом Завете, тогда как от нас требуется это с большим избытком? «Если праведность ваша, – сказал Господь, – не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Матфея 5.20. «Как живший под законом и делавший добро не равен жившему до закона и делавшему то же, так и живущий под благодатью не равен жившему под законом, но и по времени есть между ним великое различие». Павел, объясняя это в отношении к пороку и в отношении к добродетели, смотри, как много удивляется одним и как считает достойными других большого наказания. «Когда язычники, не имеющие закона, по природе законные делают, то, не имея закона, они сами себе закон». Римлянам 2.14. Видишь ли, как он хвалит и прославляет делавших добро без закона. Посмотри же, как он считает достойными большого наказания, согрешающих под благодатью в сравнении с грешившими под законом. «Если оттершийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то, скольте к чайшему, думаете вы, достоин будет тот, кто попирает Сына Божия и не считает за святыню кровь завета» евреям 10.28.29. А грешивших прежде закона считает он достойными меньшего наказания в сравнении с грешившими под законом. «Если, говорит, не имеющие закона, согрешили, без закона и погибнут, то есть будут наказаны легче, не имея своим обвинителям закона, а одну только в природу. А если под законом согрешили, по закону и осудятся, то есть будут наказаны тяжелее, имея своим обвинителям, кроме природы и закон». Римлянам 2.12.20. «Если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть топчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах». Стихи 5 и 6. «Видишь ли дерзновение праведника и чистейшую совесть его? Если бы он не был совершенно уверен в тебе, он не обрекал бы себя на такие бедствия». Смысл слов его следующий. «Если я обижал, если я мстил, то пусть случится со мною то и то». Он сам на себя произносит приговор и просит судить его и наказать не по мере, но гораздо больше заслуженного обрекает себя на наказание, какого и закон не назначал ему. Посмотри, каково это наказание, что пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть топчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. То есть пусть погубит меня с бесславием и с бесчестием, пусть истребит вместе с жизнью мою и славу мою. Что значит «и славу мою»? Землю топчет. Это значит пусть унизит, пусть попирает ногами, пусть я сделаю из добычи врагов. Кто может быть нечистивее Али Солома, бесстыдного и необузданного оскорбителя, который преследовал отца своего, притом такого отца, так кроткого и смиренного. Что же? Воздавал ли Давид злом, делавшим ему зло? Помнил ли он зло? Никогда. Если рассмотришь историю Саула, то такой ответ сделается для тебя совершенно ясным. В самом деле, того, который после тысячи благодеяний, трофеев, побед, делал ему зло, строил против него козни, каждый день старался умерзвить его, он, захватив свои руки один, два и много раз, спящим, как бы заключенным в темнице и не имевшим с собой стражи, пощадил, хотя многие советовали поразить и умерзвить его, удержал свой гнев, хотя знал, что оставляя ему возможность избежать смерти, он сохранил себе неприятеля и непримиримого врага. Но ни воспоминания прошедшего, ни страх будущего и ничто другое подобное не побудило его решиться на убийство. Он руководился любомудрием, удерживал свою руку, обуздывал свой гнев и предпочитал лучше подвергаться опасностям и козням, лишиться отечества и свободы, чем поразить и умерзвить врага, который враждовал против него напрасно и без причины, который после бесчисленных благодеяний угрожал ему смертью, и из многого другого можно видеть любомудрую его душу. Потому-то он и обрекал себя на многие тяжкие беды, свекаться, касаться безуспеха, быть побежденным врагами с великой для себя опасностью, подвергнуться бесславной смерти, и при том, что ужаснее самой смерти, испытать это от врагов. Потому он и употреблял все меры, чтобы после смерти оставить о себе добрую память. Между тем, смотри, на какие беды он обрекает себя, трудиться без пользы, предоставить победу над собою врагам, умереть и при том, необыкновенную смертью, но так, чтобы и память о нем остребилась, смертью бесславную. Конечно, он не обрекал бы себя на все это, если бы по совести не был совершенно уверен в себе. Если же он не имел врагов, то это не его вина. Он сам не подавал к тому поводу. Какой подал он повод, что в рожде сыну, какой Саулу, когда сын сделал достойное наказание, он не возвратил ли и не принял ли его, подвергнув временному вразумлению, а Саула, угрожавшему смертью, он не спас ли, имея его неоднократно в руках своих. 2 Сарс 14, 21, 1 Сарс 24, 7. Поэтому не на то смотри, имел ли он врагов, а на то, сам ли он сделал их врагами своими. И Христос заповедал, не то, чтобы не иметь врагов, это не в нашей власти, но не ненавидеть их, это мы властны, а в том нет. Быть ненавидимыми напрасно зависит не от нашей воли, но от ненавидящих. Так злые люди обыкновенно ненавидят добрых без причины и напрасно. Так и Христа ненавидели напрасно, как он сам говорит, возненавидели меня напрасно. Иоанна 15, 25. И апостолы имели врагов, лжеапостолов, и пророки, лжепророков. Не о том должно заботиться, чтобы не иметь врагов, но чтобы не иметь их справедливо или по своей вине, чтобы нам хотя бы мы тысячекратно были ненавидимы, самим не ненавидеть и не отвращаться от других, потому что в этом состоит вражда в ненависти и отвращении. Когда я бываю ненавидим, а сам ненавижу, тогда другой имеет меня врагом, а не я его. Если я молюсь за него, если желаю благодетельствовать ему, то как я могу считать его врагом? Вот почему и Павел говорит, если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Римлянам 12, 18. 69. И так будем исполнять должное с нашей стороны и тем самым заслужим достаточную похвалу. Что же нужно с нашей стороны? А вот пример. Тебя какой-то ненавидит и обижает. Ты люби его и благодетельствуй ему. Тебя он бесчестит и поносит. Ты благословляй и хвали его. Но он и после этого не прекращает вражды своей. В таком случае он доставляет тебе большую награду. Подлинно, злые люди, чем упорнее продолжают вражду, несмотря на наше расположение к ним, тем славнее приготовляют нам награды и тем слабее делают самих себя. Кто ненавидит и не прекращает вражды, тот мучится, истощается, проводит жизнь в постоянной войне, а кто выше этих стрел, тот стоит вдали от переволнений, доставляет себе, а не врагу, величайшую пользу и старается примириться с ним и не враждовать, избавляет себя от войны и ссоры. Итак, будем избегать вражды с другими и исторгнем корень ее тщеславие и тщеслабие, потому что всякая вражда происходит или из пристрастия к деньгам, или из тщеславия. Если же будем выше этих страстей, то будем и выше вражды. Оскорбил ли тебя кто-нибудь? Переноси мужественно. Не тебя он оскорбил, а самого себя. Ударил ли тебя кто-нибудь? Не поднимай десницы своей. Он в то же время ударил себя самого, поразив тебя рукою, а себя гневом, и приобретший себе дурное мнение от всех. Если же это кажется тебе трудным, то представь, что кто-нибудь в бешенстве разорвал свою одежду и скажи, кто потерпел зло? Ты ли подвергшийся этому, или он сделавший это? Очевидно, он. Хотя тут у тебя разорвана одежда, но сделавший это потерпел большее зло, чем пострадавший, потому что у кого разорвано сердце, что производит гнев? Тот потерпел не гораздо ли больше вред, чем ты, не испытавший ничего такого? Не говори, что одежда твоя. Он еще прежде разорвал свое собственное сердце. Как болезнь желтуха не может обнаружиться, если желчь не разольется и не выступит из своих пределов, так и гнев не сделается неумеренным, если не разольется сердце. И как ты, видя страждущего желтухою, хотя бы он сделал тебе тысячи зол, не пожелаешь взять на себя болезнь его, так поступай и с гневом. Не соревнуй, не подражай злобе, но жалей того, кто не обуздывает в себе этого зверя и прежде всех вредит и губит самого себя. А что действительно такие люди вредят самим себе, это можно слышать от многих, которые стараются прекратить вражду, убеждают вражду ищих так. Пощади самого себя, ты вредишь самому себе, такова злоба, она вредит только тому, кто питает ее и не извращает все. Итак, желая отмстить другим, не будем лишать сами себя тихой пристани. Если бы кто-нибудь, претерпевая кораблекрушение и утопая, стал поносить себя, стоящего на земле, то, конечно, ты не оскорбился бы и не сошел бы с земли, чтобы утонуть вместе с ним. Так рассуждаю здесь. Кто оскорбляет и поносит себя, тот подвергается кораблекрушению или буре и утопает, попавший в водоворот гнева, а ты, перенося это мужественно, остаешься в спокойном пристани на берегу. Если же ты увлечешься подражать ему, то потопишь не его, а себя самого. Восстань, Господи, во гневе Твоем и подвигнись против врагов Твоих. Солом 7, стих 7. Пророк говорит так, выражая, что Бог восстает и не во гневе, например, когда он говорит «Восстань, восстань, Господи, спаси меня, Боже мой!» Солом 3, 8. Когда ты слышишь «Восстань», то не разумею ничего телесного. Как сидение в отношении к Богу не означает ничего телесного, так и это. Ты, говорит салмопевец, сидящий вовек Солом 90, их 9, 28, 10. Что же именно означается здесь сидением? Твердость, неподвижность, неизменность естества, постоянство, как выразил он и самым противоположением, потому что сказал «Ты сидя, и он присовокупил вы же исчезните на реке». 91, 8. Как сидение у Бога не есть телесное, так и восстание. Первым означает сопостоянство, а последним сила наказующая и сокрушающая. Впрочем, оно иногда означает еще судебную власть. Например, когда он говорит «Сиди одесную меня» Салом 9.5 «И Даниил престолы поставил и судья дел» Даниила 7.9 означает еще царскую власть. Например, когда он говорит «Престол твой Божий век века, жезл правоты, жезл царствия твоего» Салом 64.7 Поэтому и выражение «Сиди одесную меня» Салом 10.9.1 означает равенство чести. Что значит гневом твоим? И это также должно разуметь Бога прилично. Гнев Божий не есть страсть, но означает наказание и мучение. Подвинь против врагов твоих. Другой переводчик говорит «Во гневе на врагов твоих». Смотри, как и здесь пророк не мстит за себя самого, а говорит о славе Божьей. Не сказал просто «Накажи врагов моих или врагов твоих, но подвижнись». Но как же может вознестись высокий? Тот, который всегда есть высочайший. Высота естества его не уменьшается и не увеличивается. Он совершен и вседоволен и всегда пребывает под ними тем же. Как же и каким образом он возносится? он возносится в душах многих. Например, он часто долго терпит, а враги не понимают его долготерпение, считают это унижением и бессилием, так что он унижается не на самом деле, а в душах их. 71. Как солнце кажется не светлым для больных глазами, так точно Бог представляется малым и бессильным в умах таких людей. Но как же солнце только кажется таким по болезни страждущих, а на самом деле не темно, так и Бог, хотя представляется бессильным по безумию таких людей, но на самом деле не бессилен. Что же говорит праведник? Вознесись и пред врагами нашими, отмсти и покажи силу свою, чтобы считающие тебя малым увидели славу свою из того, что потерпят они. Видишь, как он имеет ввиду не себя, а Бога? Под словом в концах одни разумеют на главах, другие пусть никто из врагов не избегнет. Велика добродетель праведника, если у него с Богом одни и те же враги и одни и те же друзья, равно как велика злоба того, кто имеет друзей Божьих своими врагами и врагов его своими друзьями. Как о Боге говорится, что он имеет врагов не потому, чтобы он ненавидел их или отвращался от них, а потому, что он не терпит злых дел их, так и праведник имеет врагов не желая мстить им, но отвращаясь злобы их. «И восстань, Господи Боже мой, на суд, который ты заповедал». Стих 7, псалом 7. «То, что ты заповедал нам, сам покажи нам делами». Другие разумеют, здесь и нечто другое, именно то, что пророк обещает противиться врагам его, «И сон людей станет вокруг тебя». И здесь не представляй ничего человеческого, хотя выражения таковы, но мысли достойны Бога. Что же значит «станет вокруг» и начать сказать «будет петь тебе», «будет воспевать тебя», «будет воссылать тебе великую хвалу», так как евреи совершали это хорами, становясь кругом в храме и святилище и таким образом возносили благодавствами песночения, то он и выражает хвалу образом их стояния. А смысл слов его следующий «отмсти, помоги, если пред врагами возвысит тебя, и народ твой будет воссылать тебе великие хвалы». Смотри, как он имеет в виду не себя, а Бога. Везде он выражает желание, чтобы Бог был прославляем и врагами, и своими. над ним поднимись на высоту. О ком? Над ним. Сон для него, говорит, взойди на высоту, возвысь нас, возвеличь нас, соверши дела высокие, сделай этот сон славным и знаменитым, возврати ему прежнее благосостояние, посмотри, как он здесь молитвами соединяет и наставление, сказав выше, ущедри меня и услыши меня, он переменяет речного вещания и говорит, мужи, сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании. И здесь сказал, на высоту поднимись Господи, продолжай, Господь судит народы. 9. Другой переводчик говорит, Господь будет судить людей, думающих, что все существует без причины и случайно, он научает, что над делами нашими есть промысел, требующий отчетов совершаемым. А суд он разумеет здесь как будущий, так и настоящий. Там будет суд всеобщий и открытый. А здесь Бог требует отчета частным образом, пробуждая беспечных и располагая неверующих к мысли о промысле над всем. Суди меня, Господи, о правде моей. Другой переводчик говорит о праведности моей и по незлобе моей на меня да прекратится злоба грешных. Стих 10, салом 7. Другой переводчик говорит да исполнится озлобление на нечестивых и исправишь праведного Другой и утвердишь праведного но как он говоря в другом месте не входи в суд с рабом твоим здесь говорит суди меня по правде моей там говорит он об одном а здесь о другом там говоря не входи в суд с рабом твоим он выражает не входи в суд ты со мною не исследуй жизни моей сравнительно с благодеяниями оказанными тобою почему и присовокупляет ибо не оправдается пред тобою никто из живущих то есть если будет судиться с тобою а здесь он не то говорит он хочет быть судимым не по Богу а сам по себе поэтому и говорит по правде моей то есть по моей праведности праведностью здесь он называет то что он не простирал и на что рук неправедно это он выразил выше в словах если что сделал я из следующих стих 4 то же самое выражает и словами о незлобе моей вот почему говорит я хочу быть судимым велико и здесь дерзновение праведника говорит же он это будучи вынужден необходимостью какою тем что многие неразумные люди по поводу страданий его составили себе дурное о нем мнение есть много людей неразумных которые из несчастья другого обыкновенно выводят дурное заключение в его жизни так было с Иован не зная за ним ничего худого говорили ему по грехам твоим ты еще мало наказан Иова 33 27 и Павла варвары приняли за человека порочного и преступного когда ехидно повисло на руке его почему и говорили человека этого спасшегося от моря суд божий не оставляет жить деяния 28 4 и семей называл Давида человека убийцей составил о нем такое дурное мнение по его несчастью 2 царств 16 7 Итак чтобы и с вами не случилось того же побеседуем об этом немного действительно я слышу как многие говорят если бы Бог любил бедных то не попустил бы им быть бедными слышу как другие видя кого-нибудь страждущим продолжительным недугом и болезнью говорят где же милостынь его где добрые дела его поэтому чтобы и вам не грешить таким образом рассудим об этом если человек здравомыслящий не может ненавидеть добрых и любить злых то как ты осмеливаешься говорить это о Господе будто Бог ненавидит бедных хотя бы они были добродетельными и любит богатых хотя бы они были порочными отверзая уста на богохульство и не понимая важности этого заблуждения чтобы тебе не грешить таким образом узнай что Бог любит и что ненавидит кого же любит он того кто исполняет заповеди его этого я возлюблю говорит он и приду к нему Иоанна 14 21 23 не богатого не здорового но повинующегося моим повелением а кого ненавидит он и отвращается того кто не исполняет заповеди его и так когда ты увидишь кого-нибудь не исполняющего заповеди его то хотя бы он был здоровым хотя бы окружен был богатством считай его в числе ненавидимых богом а добродетельного хотя бы ты видел его в болезни или бедности считай в числе любимых им не к тем любовь его а к этим не видишь ли ты в житейских делах что любимые царями особенные прежде всех подвергаются опасностям в сражениях получают раны посылаются в поход не слышал ли ты что кого любит Господь наказывает бьет же всякого сына которого принимает евреям 12 6 но многие скажешь соблазняются видя это так но не по вине добродетельных а по собственному невежеству не здесь есть воздаяние за труды наши здесь подвиги а награды и венцы после не ищи же во время подвигов и в день борьбы покоя и безопасности не смешивай различных времен но многие скажешь немощны Бог промышляет и об них Он сделал что многие из праведников пользуются благополучием еще здесь не для них самих но для немощных поэтому если соблазняют тебя праведники находящиеся в скорби то пусть утвердят тебя живущие в покое и если смущают тебя порочные пользующиеся благополучием то пусть исправят тебя подвергающиеся наказанию и мучению разве ты не слышал Христа который говорит в мире будете иметь скорбь Иоанна 16.33 почему же ты ищешь покоя когда он сказал это разве ты не слышал еще как он говорит мир возрадуется вы всегда печальны будете Иоанна 16.20 таким образом людям неразумным справедливо можно было бы соблазняться если бы происходило противное тому что он сказал а если все происходит так как следует то почему ты соблазняешься но для чего скажешь Бог установил так не исследуй и не испытывай разве скажет здание создавшему зачем ты меня сотворил таким римлянам 9.20 вот почему и пророк уколяя иудеев за то что они преисполнившись бесчисленными пороками исследовали пути Божии говорит уразумейте пути мои они желают правду сотворить и суд Бога своего не оставить Исайя 58.2 они поступали подобно тому как если бы какой-нибудь слуга огорчивший господина и виновный тысячи проступков вместо того чтобы утешить гнев господина стал требовать отчета почему он поступил таким образом они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои как бы народ поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего они вопрошают меня о судах правды желают приближения к Богу Исайя 58.2 не исследуй же этого вместо того чтобы плакать и сокрушаться и омывать грехи своди говорю это не потому чтобы я не мог представить причины но желая обратить себя от этой тупливости к попечению о собственном спасении для чего он установил таким образом по снисхождению к роду человеческому труды он назначил здесь где жизнь красная а венцы сохранил для будущего где жизнь нестареющаяся и бессмертная эти труды скоро оканчиваются и проходят а то остается вечным и никогда не будет иметь конца с другой стороны через это он упражняет души в любви к добродетели когда душа избирает добродетель несмотря на трудности и еще не получая награды то оказывает расположение и великое усердие к ней и когда она убегает порока несмотря на его удовольствие и еще не подвергаясь наказанию то научается ненавидеть его и отвращаться таким образом она приобретает навык отвращаться от порока и любить добродетель есть и другая причина какая та что скорбь особенно располагает нас к любомудрию и делает крепкими а вместе с этой еще иная причина какая бог хочет научить нас презирать настоящее не прилипляться и не привязываться к нему для того он и назначил здесь скорби и труды и все приятное и радостное сделал скоро приходящим да прекратится злоба грешных и подкрепи праведного стих 10 что значит да прекратиться пошли говорить наказание и остановить злобу их как гнилые раны очищаются горькими лекарствами прижиганиями и отсечениями так и пороки останавливаются наказанием 75 зная это мы должны оплакивать не тех которые наказываются и страдают а тех которые грешат безнаказанно первое зло грешить а второе согрешающим не получать никакого врачевания или справедливее сказать это и есть первое и терпчайшее зло подобно тому как тяжело ни болезни подвергаться а заболев не получать врачевания и как мы жалеем не столько того кто имеет гнилостную рану сколько того кто имея ее лежит и не получает помощи от врача а кому делают отсечения и прижигания того мы считаем возвращающимся к здоровью обращая внимание не на боль происходящего отрезания а на выздоровление так должно думать и о душе печалиться и скорбеть следует не о тех которые наказываются их возвращают к здоровью но о тех которые грешат безнаказанно но скажешь если наказание удерживает от пороков то почему мы не каждый день наказываемся за грехи потому что если бы так было то род человеческий давно уничтожился бы и не было бы времени для покаяния вспомни Павла если бы он был наказан за гонение не умершлен то как он имел бы время покаяться после покаяния совершить множество добрых дел и так сказать всю вселенную привести от заблуждения к истине видишь ли что и врачи когда кто имеет много ран употребляет лекарство не настолько сильное какого требует свойства ран но какое могут перенести силы больного чтобы врачу и раны не погубить больного поэтому и Бог наказывает не всех вдруг и не всех по заслугам но слегка и постепенно и часто наказывая одного вразумляет через него многих других как часто бывает и с телом от течения одного члена доставляет здоровье многим другим посмотри как проникнута любовью душа праведника как он всегда ищет пользы общей и истребления пороков не того чтобы отмщено было врагам его но чтобы они отстали от пороков будем же и мы всегда иметь в виду как бы прекратились пороки будем скорбеть о тех которые погрязли в них хотя бы они были одеты в шелковые одежды и ублажать тех которые живут добродетельно хотя бы они боролись с крайней бедностью оставим внешность и проникнем в душу тех и других тогда мы увидим богатство одного и бедность другого в самом деле что за важность когда кто-нибудь снаружи одет в блестящие одежды чем он отличается от мастерских и вешалок чем он богат тех кто ими торгует но не таково богатство праведника оно прочно и постоянно если же богатые будучи так бедны не чувствуют этого то нисколько не удивительно и помешавшиеся в уме не чувствуют своей болезни но поэтому особенно не жалки а отнюдь не счастливы если бы они чувствовали то по крайней мере обратились бы к врачу а теперь самое тяжкое зло от этой болезни в том и состоит что они подвергшись ей даже не понимают что не подверглись ей поэтому не смотри на то что богат радуется обогащаясь но потому что особенно и оплакивай его что он не чувствует какому он подвергается злу радоваться этому свойственному не человеку но крайне неразумному исправишь праведного что это значит когда порочные наказываются говорит тогда праведные делаются более внимательными так что отсюда происходят два блага те отстают от порока и эти боли прилепляются к добродетели как здоровый человек видя другого которому делают прижигание или отсечение делается более внимательным своему здоровью так точно и здесь подлинно многие тогда соблазнялись даже из таких которые по-видимому были внимательны к самим себе и впадали в малодушие при виде благополучия людей порочных потому пророки в другом месте говорит едва не поскользнулись ноги мои я позавидовал нечестивым и другой писатель говорит почему путь нечестивых благоуспешен Иеремия 12.1 Иов также предлагал много таких вопросов но тогда говорившие так и спрашивавшие говорили и спрашивали потому что были несовершенны а теперь смущающиеся этим не достоин никакого прощения потому что научен такому любомудрию принял такое учение о будущем получил яснейшее наставление и о гиене и о царстве и о том что каждому воздастся там по заслугам помощь моя от Бога спасающего правых сердцем стих 11 другой переводчик говорит испытатель сердец и мыслей Боже праведный защитник мой третий Боже праведный а 70 толковников сказали так испытай сердца и мысли Боже праведный помощь моя от Бога пророк сказал что Бог будет судить вселенную теперь говорит и то как он будет судить он не нуждается говорить ни в свидетелях ни в обличениях ни в доказательствах ни в письменных удостоверениях и ни в чем подобном потому что он сам знает сокровенное и так пусть никто из безумных не говорит как он будет судить мир столь огромный кто сотворил мир несуществующий тот может судить существующий что значит испытающий или как другой переводчик сказал исследующий хотя здесь выражения человеческие но мысли достойные Бога как Павел говорят испытающий сердца римлянам 8 27 употребляет слово испытывать вместо ясно знать так и он употребляет слово испытающий вместо слов точно знающий исследовать значит раскрыть что составляет признак точного разумения и знания как и Павел говорит все обнажено и открыто предачами его евреям 4 13 праведна помощь моя другой переводчик говорит праведный защитник мой что значит праведна помощь моя от Бога справедливо говорит она была бы оказана мне Богом потому что я не прошу ничего неправедного так и мы если хотим удостоиться помощи свыше должны просить того что согласно праведностью чтобы самым свойством прошения склонить к себе спасающего правых сердцем этому он содействует этому обыкновенно он внемлет так как я говорит пророк не простирал рук своих на неправду и не мщения желаю то справедливо была бы оказана мне помощь от Бога зная это не будем просить ничего такого что препятствует подаянию если ты станешь просить против врагов то помощь тебе была бы неправедна потому что это противно закону подающего помощь так же если станешь просить богатства красоты или чего-нибудь подобного житейского скоро приходящего и противного любомудрой души будем же просить так чтобы и получить Бог судитель праведный и Бог всякий день строго взыскивающий стих 12 салон 7 другой переводчик говорит негодующий на всякий день в еврейском во всю жизнь еще иной угрожающий негодующий ненаказывающий смысл этих слов следующий если Бог праведен то конечно Он желает наказать неправедных если Он крепок то конечно может сделать это но в чем скажешь Его человеколюбие если Он судит по правде во-первых в том что Он не вдруг посылает наказание а больше всего что Он прощает все грехи в купеле возрождения во-вторых в том что подает и покаяние если ты представишь что мы грешим каждый день то особенно увидишь как неизреченно велить его человеколюбие это самое выражая пророк и говорит Бог судитель праведный судья и крепок и долготерпелив ты недоумеваешь почему Он не наказывает если и может и желает знай говорит пророк что Он долготерпелив и взыскивающий всякий день чтобы кто-нибудь из неразумных не подумал что Бог не наказывает по бессилию Он показывает причину замедления потому что долготерпение Божие велико и безмерно Он долготерпит для того чтобы привести тебя в покаяние а если ты от этого врачества не получишь никакой пользы то Он и пошлет наказание так мы каждый день заслужим наказание если бы это было несправедливо то пророк не указал бы на это как на нечто важное но так как дела требуют наказания а человеколюбие Божие удерживает заслуженное наказание то Он и говорит это видишь ли как Он здесь показывает бесстрастие Божие и гневом называет наказание никто ведь не наводит гнева на другого но сам себе имеет гнев а на другого наводит наказание таким образом ничто другое как наказание Он означает и словами и гнев наводящий на всякий день а почему Он говорит на всякий Пусть каждый углубится в свою совесть и тогда поймет это. Не стану говорить о тайных грехах каждого. Кто может избежать общих грехов? Каких? Например, есть ли день, в который бы мы не валились лениво и с великой небрежностью? А что это заслуживает гнева Божия, можно видеть и в следующем. Скажи мне, если бы ты подошел к судье зевая и был облечен, то он не подверг бы тебя тотчас же наказанию и не отправил бы ссылку? Да, скажешь, потому что он человек. Что же, как человек он, будучи оскорблен, под справедливостью не должен бы гневаться, потому что оскорблен равным ему по достоинству человеческому? А Бог, будучи оскорбляем, справедливо мог бы посылать наказание. Грех против него больше греха против человека. Притом человек, поступая так, имеет в виду свое благо, а Бог свое. Так что и в этом отношении грех против него заслужит больше негодования. Ведь не одно и то же – презирать ищущих твоего или ищущих твоего. Последний заслуживает большего гнева, когда ты не оставляешь ленности, даже намереваясь просить полезного для тебя самого. Еще. Кто не обижал брата напрасно? Не говори мне, что обижал раба. Во Христе нет мужеского пола ни женского, нет раба ни свободного. Галатам 3.28. Кто опять не осуждал? Кто не лгал? Кто не смотрел сладострастными глазами на женщину? Кто не завидовал? Кто не тщеславился? Кто не говорил правдного слова? Все это подлежит наказанию. Если бы мы, не заботясь о духовном, были так же беспечны и касательно житейского, то заслуживали бы некоторого извинения. Но теперь мы лишены и этого оправдания. В делах житейских мы бодры, а в духовных совершенно нерадивы. Поэтому, чтобы слышащие, что Бог долго терпелил, не сделались еще более беспечными, пророк пресовокупляет. Если кто обращается, он меч свой изощряет. Другой переводчик говорит, меч свой изощрит. Лук свой наслежет. И в тринадцатый. И в нем приготовляет стрелы смертные, палящими их сделает. Стих четырнадцатый. Салон седьмой. Другой говорит, для сожжения. Восьмидесятая страница. Здесь скажут, представляющие Бога, человекообразным, потому что ему приписываются руки, ноги и глаза. Разве есть на небе луки, стрелы, оселок, меч и колчан? Между тем другой писатель говорит, когда ты воззришь, когда ты смотришь, горы трясутся от тебя. В сирах 16-19. И этот самый пророк говорит, презирает на землю, и она трясется. Салом 103-32. Если же только взирая на землю, он потрясает каменные массы, то тем более может сделать это с людьми. Почему же о том, который может разрушить вселенную одним взглядом, или лучше одним хотением? Так как, сотворивший ее одним мгновением воли, конечно, может и разрушить ее одним хотением, говорится, что он имеет месть и лук. Если в руке его концы земли, Салом 94-4, и живущий на ней, как саранча, и если ангел, посланный им в короткий промежуток времени, убил 185 тысяч, 4-й старт, 19-35. Но что я говорю, ангел, если мухи, саранча и черви погубили войска египтян, то для чего ему лук, для чего меч? Почему же так сказано? По причине грубости слушателей, чтобы обыкновенными названиями оружия тронуть душу их. У кого в руке дыхание всех нас? Даниила 5-23. И против чего? Мороза никто не устоит. Салом 147-6. Тому для чего оружие. Но, как я выше сказал, это говорится по причине грубости и бесчувственности слушателей. Что значит очистить? И застрить. Неужели нужен ему и оселок? Неужели бывает и ржавчина на мече его? Кто из здравомыслящих может принимать это буквально? Всем этим, как я выше сказал, пророк изображает наказание и употребляет весьма чувственные выражения для того, чтобы люди самые неразумные видели, что здесь должно не на словах останавливаться, а выводить отсюда богоприличные мысли. Кто недоумевает, почему приписывается богу гнев и ярость, тот гораздо более будет недоумевать при этих выражениях. Если же их нужно принимать не буквально, а богоприлично, то очевидно, что так же точно и слова «ярость» и «гнев». Чувственные же выражения употреблены для того, чтобы тронуть грубых слушателей, потому что пророк даже не довольствуется исказанным, но присовокупляет еще более человекообразные выражения, чтобы усилить внушаемый страх. Он представляет бога не только имеющим меч, но и облекающимся оружием, так как всякий не одинаково страшится, слыша, что меч изощряется, или слыша, что и лук уже в руках, то он желая человекообразными выражениями потрясти душу слушателей, говорит, лук свой напрягает, направляет, чем и устрашает слушателя, и вместе показывает долготерпение Божие и гнев его. Он не сказал «впустил» или «пустил», но напрягает и направляет, то есть готов впустить. Впрочем, удивительно ли, что так сказано в Ветхом Завете, если и в Новом Иоанн, беседуя с иудеями, говорит нечто подобное «уже из секира при корне деревь лежит»? Луки 3.9. Как? Уже ли бог подражает дровосеку, срубающему деревья топором? Уже ли и здесь надобно принимать секиру и деревья? Нет. Равно как не нужно принимать в буквальном смысле плевела и пшеницу, когда говорится «лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в жизницу свою, а солому сожжет огнем неугостимым». Марфея 3.12. Что же такое секира? Наказание и мучение. Что деревья? Люди. Что плевелы? Злые. Что пшеница? Добрые. Что веяние? Отделение одних от других. Так и здесь меч, лук и стрелы означают наказание и мучение. Затем слова «напрягает» и «направляет». Пророк выражает замедление и задержку наказания. Впрочем, задержку непродолжительную, но готовую окончиться. А посудами смертными он называет стрелы. Как орудия, необходимые для земледелия, называются земледельческими, нужные для плавания, плавательными, способствующие тканью, сказками, так и причиняющие смерть, он называет орудиями смертными. Далее, объясняя, какие именно, разумеет он смертные орудия, прибавляет стрелы свои, выражая быстроту наказания, когда хочет этого бог. Что значит сгораемым, наказуемым, подвергаемым мучению? Неужели достаточно огня? Недостаточно огня, а нужны еще стрелы. Видишь ли, что все это сказано в переносном смысле и усилено для того, чтобы таким образом больше внушить страх? А смысл слов его следующий. Бог приготовил наказание для тех, которые имеют быть не наказанными. Если бы он сказал иначе, то не внушал бы такого страха. А теперь, указав на стрелы, меч, лук, натягивание его и устремление, орудие смерти и пламень, таким разнообразием названий он усилил в служителях чувство страха, потом, облегчая этот страх, присовокупляет сгораемым. Чтобы кто-нибудь из неразумных не подумал, что Бог простирает руку свою на всех и вооружается против всех, то есть толкупляет сгораемым, тоже выражает и Павел, когда говорит о начальнике, не напрасно носит меч. Римлянам 13.4. Если же и у начальников меч совершает это и внушает страх, то тем более у Бога. Впрочем, и то показывает необыкновенный человек о любви его, что он устрашает и усиливает наказание на словах, дабы они не исполнились на самом деле. Для того он натянул лук, для того приготовил его, для того положил стрелы, для того приготовился наказать, чтобы не приступить к наказанию. 82. Усиливая речь выражением «очистить» пророк показывает силу и быстроту наказания, выражением «напрягает» близость его, выражением «направляет» неизбежность, если не исправится, выражением «сгораемых» самих виновных, чтобы, вразумившись тем этим, они оставили нечестие. А если бы действовали здесь ярость и гнев, то Бог не предсказал бы об этом тем, которые имели быть наказанными. Гнев не так действует. А напротив того, особенно когда он в полной силе стремится к исполнению наказания и мучения, неприятели и все желающие совершить наказание, не только не говорят о том, но даже скрытно нападают, чтобы имеющие подвергнуться наказанию, узнав о том, не могли предостеречься. Но Бог поступает не так, а совершенно напротив. Он и предсказывает, и отсрочивает, и устрашает словами, и принимает все меры, чтобы не привести угрозы к действию. Так Он поступил с неневитянами, и там Он натянул лук, и застрелил меч, приготовил стрелы, а удара не нанес. Но видишь ли, что слова пророка суть лук – стрела и меч изощренной, когда Он говорит, еще три дня, и неневия будет разрушена. И он на три-четыре. Но этой стрелы Он не спустил, потому что она не для того была приготовлена, чтобы спустить, но чтобы отложить ее. Воины вооружаются для того, чтобы наказать. А Бог не та, но для того, чтобы вразумить людей страхом, удержать руку свою от наказания. Не будем же смущаться. Страх, внушаемый словами, есть знак великого человеколюбия. И чем страшнее Он употребляет выражение, тем от большей благости проистекают они. И родители, когда не хотят наказывать детей, словами сильнее выражают гнев. Так и Он, когда не хочет наказывать, внушает сильнейший страх словами. Он говорит, что уготовал гиенну, чтобы не ввергнуть нас в гиенну. Потому и в Евангелии говорится много о наказании, и даже больше, нежели о царстве. Так как на людей бесчувственных не столько действует обещание благ, сколько страх мучений располагает в добродетели и отклоняет от порока, то Бог особенно останавливается на этих последних и часто говорит о них. Не будем же скорбеть, слыша страшные выражения. Они приносят большую пользу, представляя и долготерпение, и правосудие Его. Не будем не отчаиваться в спасении, потому что Он долготерпелив. Не предаваться беспечности, потому что Он праведен. Здесь Он показывает великое долготерпение, а там, не пользующийся этим, предаст наказанию на самом деле. Чтобы этого не случилось с нами, будем еще здесь отклонять тамошнее наказание. Вот нечестивый зачал неправду. Их 15, салон 7. В еврейском вместо боли и вал зачат болезнь. Другой переводчик говорит, и зачал. Родил беззаконие. Другой ложь. Рыл ролл, выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Их 16, салон 7. Другой погибель, которую устроил. Пророк сказал, что Бог приготовился наказать. Сказал, что Он посылает наказание. Вразумил этим слушателя. Показал, что над Ним висит гнев свыше. А теперь научает его самым делом. И показывает, что еще прежде наказания, нечестие само по себе есть наказание. Выражая это, и Павел говорит, получая в самих себе возгнездие. Римлянам 1.27. И представляет примеры потерпевших крайнее бедствие от нечестия. Так как многие из людей грубых обыкновенно тогда особенно вразумляются, когда увидят наказание на других, то Он представляет и их. Так делает и Христос, который сказал многое о гиене, представляет и вдержанных в нее, как-то богатого, жившего при лазере, геев безумных, раба, скрывшего один талант в землю, и пострадавших в настоящей жизни, как-то задавленных упавшую башнею, и тех, которых кровь Пилат смешал с жертвами, Луки 13.1.4. Так и Петр, сказав многое о гиене, тогда особенно поразил слушателей, когда представил примеры наказанных, и пред глазами их совершил наказание, Ананий и Сапфиры, Диане 5.1. Так и Павел поступил с Волфом, Диане 13.11. То же, только иным образом, он внушает, когда упоминает о странствовавших в пустыне, и говорит так. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну же и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, но не о многих из них благоволил Бог». 1 Коринфянам 10.1.5 Говоря о будущем, то есть о гигене, наказании и мучении, он приводит доказательства этого из прошедшего, представляя самих наказанных, одних змеями, других все губительную смертью. Что же делает здесь и Давид, имея в виду или Ахитофела, или Алисалома? Некоторые утверждают, что это сказано им об Ахитофеле, так как будто бы не свойственно одному и тому же лицу говорить. «Сохраните остроко Алисалома, и после смерти его, кто дал бы умереть не вместо тебя?» 2 Коринфянам 18.5.33 И говорит то, что теперь он говорит. Но первый он мог говорить по естественному побуждению природы, а последний теперь по вдохновению духа. Впрочем, об Ахитофеле или Ахитофеле сказано это нужно вникнуть в сказанное. О лицах же, к кому это относится, много рассуждать не буду. Чему же мы научаемся отсюда? Пророк внушает, что копающий яму ближнему сам впадет в нее. И как женщины, находящиеся в муках рождения, терзаются этими муками, так и строящие козни. Прежде нежели обидит ближнего, сам терзается и мучится, и при том нелегко, а с великою болью. Желая выразить силу этой боли, он и назвал ее болезнью рождения. Вообще, когда Питание хочет показать нам невыносимый скорбь, что выражает все названием болезни рождения. Так и в другом месте говорится, ужас объял жителей филистинских. Исход 15-14. То есть страх, трепет, труд, скорбь. Также Павел говорит, и когда скажут, мир, мир и безопасность, тогда внезапно их постигнет пагуба, подобно как муки постигают имеющего треви, и не избегнут. 1 Савникийцам 5-3. Здесь он указывает на два обстоятельства, на невыносимость и на неожиданность страдания. И Езекия говорит, день скорби, день сей, силы вне роди. Исайя 20-37-3. Выражая болезнью рождения, неносимый страх свой и беспокойство, так точно выражается и здесь пророк. Подлинно, хотя бы кто был безмерно порочен, суд совести не истребляется, потому что он от природы и внедрен в нас Богом в начале. Какие бы мы ни употребляли усилия, он остается, взывая, осуждая, наказывая, и нет никого из живущих порочно, кто не испытывал бы тысячи мучений и замышляя зло, и приводя замысел в исполнение. Был ли кто порочнее Ахава? Но и он, пожелав виноградника, помним, какое испытал мучение, будучи царем и обладателем всего, не встречая себе противоречий ни от кого, он, не вынося упреков совести, ходил печальный, поникшую головою, смущенный, пасмурный, выражая на лице своем упрек осуждающей совести и не имея возможности скрыть скорбь, бывшую в душе его, потому и был замечен женою. Третий старт, 21.5 Предатель, лишившийся на такое злодеяние, не вынося мучений от упреков совести, повесился и таким образом окончил жизнь. Но как живущий порочно терпит мучения, так живущий добродетельно наслаждается спокойствием и душевным миром. Посмотри, сколько мучений терпит тот, кто хочет отмстить кому-нибудь или сделать какую-нибудь несправедливость. Он исполняется гнева, разрывается с досады, подвергается волнению бесчисленных помыслов, избирает тысячи путей, чувствует страх, ужас и трепет. Успеет ли он в своем намерении, исполнит ли он мщение, а между тем гнев неудержимо тревожит его. И вот прежде, нежели нанести обиду другому, он губит самого себя. Напротив, воздерживающийся на него свободен от всего этого. И весьма естественно, потому что он господин самого себя и сам устрояет все, а тому нужны и время, и место, и хитрость, и коварство, и оружие, и приготовление, и дерзость, и лесть, и раболепство, и лицемерие. Видишь ли, как легка добродетель, и как труден порог, как та спокойно, а этот исполнен смятения. Изображая его, пророк и говорит, Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою, и родил себе ложь. Солом седьмой, пих пятнадцатый. Отсюда видно, что неправда не в природе нашей, но есть нечто чуждое нам. Потому она и яготит, и пока мы не освободимся от нее, причиняет нам болезни рождения. Так зародившийся младенец, пока совершенно не разовьется, естественно остается утробе матери, потому оставаясь в ней, и не причиняет боли. А когда разовьется, то пребывание его там делается неестественным, и от того происходит болезнь рождения. Природа, стесняемая, старается извернуть его вон, как совершившая и выполнившая все, и доля уже не имеющая возможности носить его. Впрочем, здесь бывает наперед зачатие, а потом болезни рождения, а там наперед боли, а потом уже зачатие рождения. Что же это значит? То, что здесь болезни рождения бывают только во время родов, а там само начало. Как только человек захотел чего-нибудь худого, то прежде чем остановился на этом своей мыслью, является смущение и беспокойство в душе его. Семя однажды положенного утроба женщины самой образуется в состав рождаемого, а в людях, строящих козни, сегодня зарождается один помысл, завтра другой, и тысячи дурных семян бросаются одно за другим, и каждый день являются новые зачастия и болезни рождения, которые терзают производящую их душу. Здесь бывает рождение не такое, какое обыкновенно бывает у женщин. Оно подобно рождению гехидн, у которых дети рождаются, разрывая утробу и расторгая бока матери. Так бывает и с кознями, и неправдою. Но сколько бы мы не усиливались, мы не можем изобразить словами того мучения, какое испытывают злые. Потому некто и сказал, злой один и почерпнет злое. Притча 9.12. Действительно, что несносное и мучительное состояние человека завидующего, строящего козни, домогающегося чужой собственности, эти страсти терзают душу же, сочи всякого палача. 86. И так справедливо пророк назвал такие помыслы болезнями рождения. Но как женщины рождают от совокупления с мужчинами, и если тела их здоровы, то таковы же бывают рождающиеся от них дети. А если повреждены, то и дети по природе своей бывают похожи на родителей, так и с помыслами. Если ты будешь обращаться с людьми добрыми, то таковы будут и твои порождения. А если злыми, и при этом не будешь осторожен, то получишь от них великий вред. Послушай, что говорит пророк. «Были беременны, мучились и рождали, как бы ветер спасения не доставили в земле». Исаия 26.18. И о произведениях дьявола. «Высизывают змеиные яйца и ткут паутину». Исаия 59.5. «Будем же убегать людей порочных. Не безрассудно ли тогда, как можно зачинать и рождать по заповедям Божьим, не хотеть этого, но гоняться за обществами людей порочных, поступая подобно женщине, которая, имея возможность соединиться с царем, не захотела бы этого, но вместо него избрала бы себя сожителя разбойника и вора. Рыл, ролл и выкопал, и упал в яму, которую приготовил». Здесь пророк опять употребляет переносное выражение. Как болезнями рождения он выражает скорбь, так рвом изображает трудность освобождения от порока и впадет в яму, которую выкопал, или, как говорит другой, устроил яму искреннюю своему. И это дело человеколюбия Божия назначит коварству такую участь, что сети опутывают самих людей коварных, дабы они и этим вразумились отстать от вражды и козни против ближнего. Так случилось при Моисее. Тот, кого хотели умерлить, спасся. А фараон тем самым способом, каким зло умышлял против младенцев, погубил самого себя. Потому что приказал умышлять младенцев, он выгнудил мать Моисея из страха выставить дитя в реке, из которой дочь фараона вытащила корзину, и, нашедшую в ней дитя, воспитал от того, который выросший, погубил их всех. Исход 2.13. Отсюда ясно открывается благое промышление Божие и подается людям порочным сильное вразумление, а убегающим пороков утешение. Так случилось и с прекрасным Иосифом. Братья, продав его в рабство, потерпели то, что потерпели. Ему не причинили никакого вреда и даже принесли пользу, а сами испытали печальные последствия. И много можно было бы привести подобных примеров. Посмотри на других. Взять ли кто чужую собственность. Он погубил самого себя. Обиженному, как часто бывает, он принес даже пользу, а своей душе причинил вред. Оскорбил ли кто другого. Он пронзил мечом самого себя. Не терпеть зло, а делать зло составляет истинное бедствие. Потому и Павел увещевал, лучше терпеть обиды, нежели обижать. В 1 Коринфянам 6.7 И Христос учил, если кого ударят по щеке, не отвечать тем же, но и подставлять себя еще для получения удара. Смотрите 5.39. Это знак величайшей силы. Это производит терпение. Это делает душу крепкою. Это поставляет ее выше страстей. Тот, кто обижает, ведет или позорит другого, наперед сам уловляется страстью, и делается пленником, а потом уже, по-видимому, причиняет вред ближнему, тогда как сам уже подвергся жесточайшему злу, предав себя крайнему рабству. Обратится злоба его, на главу его, и на теме его, неправда его упадет. Это сказано, как говорят, и об Ахитофеле, и об Ахитофеле, потому что тот и другой погубили свои головы. Первый окончил жизнь, удавив себя, а второй, подъехавшись под дерево, и зацепившись за него волосами, висел долгое время. Так и Иуда окончил жизнь свою удавлением, увидевши, что он сделал, все на погибель головы своей. И Ахитофел, поняв, что Давид непременно держит победу, пошел и удавился. И Ахитофелом невольно повис на дереве, и был умершлен не тот час, но наперед висел, как предсудилищем, будучи прицеплен к дереву, и по высшему суду Божию висел долгое время, испытывая мучения от своей совести. Он хотел омочить руку свою в крови отца. Отец же и, несмотря на это, просил воинов пощадить его, и так далек был от тщеславия, что даже после смерти оплакивал его. Дабы ты убедился, что случившееся было делом не человеческих усилий, а всецело божественным определением, то вот волосы и дерево связали его, и бессловесное животное предало. Вместо веревки послужили волосы, вместо виселицы – дерево, а вместо палача привел его сюда лошак. И посмотри на это чудное дело. Когда он находился в таком бедственном положении, никто из преданных ему не посмел подойти и снять его, хотя было столько удобного времени. И то устроил Бог, что он не был снят и не приведен, связанный к отцу, потому что отцовская любовь чрезмерно щадила его. И то достойно удивления, что примиривший его с отцом, 2-я старость 14.33, сам же и убил его, сделавшись как бы сильным его обличителем. Впрочем, убил он, а определил так Бог. 88. Что действительно так определено было свыше, послушай, как выражает это сам пророк, сказав, «На теме его неправда его упадет». Он говорит, «Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего». Стих 18, салон 7. «Будем благодарить, говорит Господа, не поражению других радует, а признавая определение Божие. Но кто может возблагодарить его по правде его? Кто может воспалить его так, как он есть? Никто. Что же значит по правде его? Иначе сказать, «За правду его!» Я буду петь, говорит, в честь Господа Вышнего, потому что его победы – трофеи, а не мои. Как на войне, когда царь одержит победу, подданные составил хоры, поют, восстылая ему похвалы. Так буду делать и я. Не сказал, исповедаюсь, но славлю, показывая, что он и после получения благ не забывает их и не становится беспечным, но сознает и бодрствует, не потому, чтобы Бог имел в этом нужду, но потому, что это полезно и благотворно для нас. Как жертвоприношение Бог принимал, не имея нужды в жертвах. «Если бы я взалкал, говорит он, то не искал бы тебя». 49.12. «Но желая привести людей к почитанию его, так и песнопение он принимает, не имея нужды в наших похвалах, но желая нашего спасения. Бог весьма сильно желает наше предприятие в добродетели. Ничто так не способствует предприятию в добродетели, как частое собеседование с Богом, постоянное благодарение и словословие Бога. Пророк словословит Бога, изумляясь его правосудию и долготерпению. Но где скажешь его долготерпение, если тиран был умершлен? И здесь оно было велико и продолжительно. Бог оставлял его в живых долгое время, чтобы он пришел в раскаяние. Дал ему овладеть и тарскими сокровищами, чтобы он, видя дом, в котором вырос и воспитан, и предметы, напоминавшие об отце, пришел в раскаяние. Подлинно, если он не был зверь и имел не каменное сердце, то все это достаточно могло бы вразумить его, стол, за которым он бывал вместе с отцом, дом, седалище, где преподаны были ему вещания, когда он совершил убийство. И кроме того, многое другое могло смягчить его. Он слышал, что отец его скитался, как изгнанник и беглет, что он терпел крайнее бедствие. Если же это не смягчало его, то случившееся с Ахипофелом петля и смерть должно было вразумить его и привести в раскаяние, ведь он не знал о случившемся с другом его. И в чем мог он обвинить отца, когда делал это? В том ли, что отец удалил его от своего лицезрения? 2 Сарс 14.32. Но за это следовало удивляться ему и быть признательным, что брата-убийцу он принял так кротко. Не имея ничего, в чем мог бы обвинить отца, он увлекся безрассудным желанием и при том тогда, когда отец был уже старцем и когда надежда его готова была исполниться, не потерпел даже мало времени. Как он не подумал, что и одержав победу, он стал бы проводить самую жалкую жизнь, сделавшись нечистым и достойным проклятия за самый трофей свой. Где теперь те, которые жалуются на бедность? Какой бедности, какой болезни, какой скорби не тяжелее все это? Но Давид ничего такого не подумал, не досадовал, не плакал и не говорил, хороши же награды получаю я, получаясь в законе Божьем день и ночь, находясь в таком сане, будучи смиреннее всех, пощадив врагов, я сам предан в руки бесстыдного сына. Ничего такого он не сказал и не подумал, но перенес все с любомудрием и имея в своих обстоятельствах одно утешение, что все это происходило не без ведения Божия. Как триотрока говорили, «А если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся». Даниила 3.18 «И если бы кто-нибудь спросил их, какой надеждой вы умираете, чего ожидаете, чего надеетесь после смерти, после сожжения, потому что тогда не было у всех надежды воскресения, то услышал бы от них для нас величайшая награда умереть за Бога, так и он находил величайшее утешение в том, что Бог, зная о случившемся, не препятствовал этому». Так и влюбленный готов тысячу раз потерпеть смерть за свою любимую, хотя после смерти ничего не ожидает от нее, так и нам должно переносить все не в ожидании царства, не в надежде каких-нибудь других благ будущих, а для самого Бога. Между тем, многие так беспечны и ленивы, что не прилипляются к добродетели даже и при наградах за нее. Бога, обещающего царство, не слушают, а дьявола, увлекающего в гиенну, любят. Что ужаснее такого безумия? Но что я говорю о гиенне? Еще прежде гиенны здесь он подвергает нас скорби, ряду, осмеянию, бесчисленным мукам, а многие стремятся к нему. Представь себе, прелюбодея, какую жалкую жизнь влачит он, как он еще прежде гиенны бывает подозрителен, боится теней, не может ни на кого смотреть прямыми глазами, но опасаясь всех и знающих, и не знающих, видит везде острые мечи, висящие над головой смерть, палачей, судилища. Бывает ли что-нибудь подобное с целомудрием, хотя бы оно сопровождалось тысячами трудностей? Целомудренный не всегда ли находится в радостном расположении духа, а прелюбодея не всегда ли в унынии и мраке. То же можно видеть и на других, не предающихся гневу и обуздывающих гнев, на похищающих чужое и отдающих, или лучше сказать, расточающих свое для Бога. Эти находятся в тихой пристани, а те, увлекаемые водоворотом настоящих зол, кружатся каждый день. Кроме того, когда предающийся любостяжанин достигает старости и видит, что и страсть не доставляет ему наслаждения, и приближающаяся смерть внушает страх, то представь, какие он испытывает страдания. Но не так бывает с добродетельным. Напротив, тогда особенно он и радуется и веселится, когда достигает старости, потому что его наслаждение тогда не угадает, а еще более процветает. Для прелюбодеев, развратников, корыстолюбцев, требоугодников старость полагает конец наслаждению, а для людей, живущих добродетельно, она служит к умножению наслаждений. Так еще, прежде гиенны и тамошних мучений, всего этого достаточно, чтобы тронуть нашу душу. Помня это, будем убегать порока и прилипляться к добродетели, будем любить Бога, не за блага его, а за него самого. Таким образом, мы в настоящей жизни пойдем путем добродетели, который сам по себе тесен, но делается широким от доброй воли путников, и которого вершины да сподобимся достигнуть всем и благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава во веки веков. Аминь.